Здравия желаю! Сегодня что? Решил переоборудовать мотор. То есть было значит напряжение поступало на возбуждение катушки одновременно. Что я сделал? Разобрал вот этот мотор. Так. Катушки были подсоединены. Две катушки вот сверху. Видно вот тут. Вот она. Возбуждение электромагнит. И снизу точно такая же. Значит катушки были соединены последовательно. Две катушки последовательно и с этим. А подключалась тоже последовательно. Значит со щетками. И я эти катушки разъединил. То есть оставил одну катушку для движения мотора. А вторую катушку вот они. Вот для движения мотора. вот она. Значит вот эта катушка. Вот она здесь соединена. Вот синий. Синий вот этот и зеленый. Это катушка для движения мотора. А вторая катушка вот синий и значит коричневый. Вот видите отдельный провод. вот возбуждаем вот это на 3 ватта у меня. Всего. Возбуждается. То есть получилось. Разгоняешь его. Вот. А потом отключаешь. Сделано десятая. 0,1, десятая, 0,5. И он уже вырабатывает ток. Сейчас включу. Посмотрим. Так вот включаем. Здесь на 0,1, 0,5. Включаем релекс. Так. Вот он пошел. Но напряжения видите нету. Потому что напряжение не вырабатывается здесь. Все идет на мотор. А мы подключаем возбуждение видите. Сразу появилось напряжение. То есть. Мотор работает пять десятых полсекунды. Сам на себя. И одна десятая секунды. Одна десятая секунды. Сколько берет там вот видите. Немного току. Ну это можно посчитать сколько там. Где-то 25 всего. Вот это вот. Ну 28-9 берет всего. Вместе с возбуждением. А выдает видите. Такое впечатление что как будто включено напрямую. Но вот я вам могу показать. Видите. Видно по лампочке не напрямую включено. Выход тут небольшой. Если с него можно снимать небольшой выход. Вот 10-15. Для того чтобы увеличить выход. Завтра буду пробовать на полный оборот. Вот это сейчас подключено. 24 вольта всего. То есть 24 вольта это примерно десятая часть его мощности. То есть он работает на одной катушке. А вторая катушка когда значит по инерции идет. Вторая катушка дает напряжение. Ну так как в Китае дорогие эти моторы. Решил вот так сделать. То есть разделил. Получился значит мотор и генератор сразу. В прошлый раз было. Там на одни и те же провода садил. Получалось что там встречные токи. Так как не было разделения. Это модель вроде как лучше будет. Посмотрим. Завтра будем испытывать на больших оборотах ее. Сегодня пока это разберу. Практически это вечный двигатель. Надо немного тока здесь есть. Просто его надо отсюда собирать батарейку. И все. Ну там ватт 10. И будет значит какое-то устройство допустим. Электровелетипед например. Будет работать вечный. То есть заработать это все. Главное что в чем здесь смысл. Что я понял как переделывать вот эти моторы. То есть проблем не будет теперь делать генераторы. Не надо покупать ничего. Вот с этих моторов. Сейчас покажу схему. Пока выключил. Покажу схему значит. Что я сделал во первых. Понятно. Потому что там мне предъявляли. Ха-ха. Ты для чего вот ставишь видео. Для какого хрена. Чтобы показать что типа умный. Да нет. Ставлю я почему. Во первых для того чтобы как говорится кто-то продолжал работы. Продвигалось это все. Посмотрев на это. А во вторых. А во вторых никому не интересно из домашних. Смотреть это все. Жене это не интересно. Поэтому я ставлю там может кому-то интересно кто-то что-то там посмотрит. В этом то смысл. Так. Ладно. Сейчас мы зарисуем. Рептилоиды могут предъявлять сколько хотят. Мне тут наплевать. Они просто видите как. Они просто берут. Рептилоиды просто берут. Википедию открывают там. И копируют и ставят. Сами вообще ни в чем не разбираются. И близко. Ставят вот это с учебников там. Википедию там специально составляют. Чтобы людей дурачить. Ну в общем. Начнем с мотора вот. В общем вот такой мотор был. Нарисуем кружок. Здесь у него катушка. Сверху. Электромагнит. И снизу. Она была соединена вот так. Последовательная. Вот. Верхняя и нижняя катушка. Властная последняя. А здесь ротор. Ротор. Тоже на нем катушка. Так. Я что сделал. Вот. Снизу нарисую. Вот. Вот. Одна катушка. И вторая. Ну. Снизу и сверху в этих моторах ставятся. Как бы полусфера вот так вот. Вот так. И полусфера вот так. Я разделил и вывел провода вот так вот. Вон они торчат. Четыре провода у меня получилось. С катушек вместо двух. Дальше. Здесь вот у нас. Здесь у нас щетки. Это ротор вот. Как бы я отнесла. Щетки. Здесь вот одна щетка. Значит. Одна катушка соединяется последняя со щеткой. А вторая вот. Питание. Питание. А это как? Катушка. На возбуждение. На три ватта. Вот три ватта. Когда значит. Выключается на пол секунды. Эта катушка дает возбуждение и продолжается. И происходит выработка энергии. Эта энергия значит движет дальше. Плюс инерция. Движет дальше мотор. Как вы видели. Не снимается. Что он напрямую поставить его. То есть без прерывания. На 0,5 секунды. Что так. Не снимается это самое. Так все время выходит 23. 23 ватта. То есть 23 ватта. Видите это получается. 23 вольта. 23 вольта. Помножим на 5. Видите сколько выходит. 115 вольт. А здесь всего 23. Против 23. Против 23. Видите как. То есть КПД это. КПД. 15. Но здесь-то тратится не 23. Даже не 23 тратится. А меньше гораздо. Потому что он работает только одну десятую. где-то. Где-то вчера считала 9 ватт примерно. А тут 115. 115. Разделим на 9. Вот сейчас на машинке. Так. 115. Разделить на 9. Помножим на 100. Ну вот какое КПД. Рептилоиды. Рептилоиды. А вы говорите больше ста не бывает. Да вы просто дурите людей. Почти 1300. То есть 1277 процентов. Видите как. Это ещё. Если я включаю на 24 вольта. Завтра ещё попробуем на полную включить. Там возможно и будет 5000 процентов. КПД. Но вы этого не поймёте. И мне это не надо. Чтобы вы поняли. Продолжение следует.